Привет, 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 геймеры! С вами Гринланд. Мы продолжаем сегодня сражение классический плюс никовский. Такие команды у нас и в прошлый раз ходили Леонардо. Можете посмотреть на канале это видео. А в этот раз мы не отправим Рафаэля, как многие могли бы подумать, а отправим двух Микеланджело. Два Микеланджело против классических злодеев понеслась. Тут будет сложнее, потому что никовский Майки это, наверное, самый слабый по своим способностям из никовских черепашек персонаж для меня. Несмотря на то, что он лечит, у него довольно-таки слабая атака дымовухой и у него нет массовой атаки. У него классная способность прокачивать уклонения, но в команде он очень действенен. А когда маленький команды или он один, все-таки хочется, чтобы было массово, чтобы сносить соперников сразу же всех одним ударом. Но зато у Майки есть пассивка двойной удар, который он очень успешно пользуется против Роткил Родни, против вот этого робота, который так называется. Это из классического мульта робот. Вот, если помните в серию, где ловили кабана и носорога для того, чтобы мутировать Биопа и Рокстеди, то именно такие роботы в зоопарке и ловили этих животных. Так, у нас тут разноцветные футы и будем мы начинать с фиолетового. Конечно же, вы все знаете, что он самый опасный. Он прокачивает способность к защите, ставит щиты на своих собратьев и добиваемый футов. Уже ранен наш классический Микеланджело. Что-то он стоит, повесив голову, хотя никакой негативного эффекта я не вижу над его головой, над его здоровьем зелененьким, над его плашкой здоровья. Но почему-то он голову повесил. Майки не печалься такой, как с понижением скорости, как будто бы он. Но понижение скорости у нас не нарисовано над ним. Вот он вернулся в обычное свое положение, стоит, ждет продолжения этого беспредела. Так, добиваем мы вторую волну и переходим на третью волну. Пока у ребят с тунчаками все довольно-таки неплохо. Третья волна, мы тут используем массовую Микеланджело. Сразу же хоп, понизим скорость всем нашим соперникам и даже убивает он Маузера. Сейчас придется, ну конечно же все время мы занимаемся этими глупыми танцами, потому что они прокачивают нам атаку. И сейчас придется полечиться Никовскому Майки для того, чтобы с нормальным здоровьем выйти на наших главных соперников, на Крэнгар Шедро Биопа и Рокстаде. И съедаем мы пиццу, восстанавливаем здоровье полностью и впереди нас еще ждет одна волна футов и роботов и мыши. Мышь и робот один там в серединке, дальше два родкил родни и конечно же фиолетовый фут, которому мы сейчас съездим по его голове скейтом. Вот так вот. Там даже не скейтом, но не чаками Майки атакуют, но на скейте подъезжают к своему сопернику. Фиолетовым победили. Учитывая, что у нас класс быстрый у обоих наших черепашек, тут сразу фиолетовых получается выносить. Если вы помните в прошлом видео, где Леонардо отправлялись в бой, наши лидеры, там фиолетовые успевали проставлять броню и это очень неприятно в бою становилось. Надо было по два удара наносить нашим соперникам для того, чтобы сначала сбить броню, а потом убить. А вторым ударом еще не всегда получается убить и затягивает это бой. А мы любим быстрые прорывные бои с хорошей яркой победой. Так, тем временем нас атакуют наши соперники, но у них вообще ничего не получается. Мы добиваем последнего фута, у которого месть включена. Мы атакуем роботов пока одиночными ударами. У Майки пассивка не включается, у Никовского. И теперь перед следующей волной мы обязательно прокачаем все наши клевые способности. Сейчас Майки, конечно же, прокачает силу атаки. А второй Майки, конечно же, прокачает уклонение. Двойной удар включился. Жалко тратить просто на прокачку этот ход, но прокачиваем уклонение. Теперь Майк добивает робота. Ладно, второй Майк добивает робота. И мы, надеюсь, с усиленной атакой выходим на наших главных соперников. Отправляемся в канализацию вот этим грузовым лифтом для того, чтобы сразиться с вот этими парнями. И сейчас с повышенной атакой массовая будет как нельзя. Кстати, наша задача убить фиолетового фута в первую очередь. Придется Никовского Майки это делать все-таки, потому что остался он жив. Если оставим мы его в живых, то, конечно же, он поставит броню на соперников, ужесточив их сопротивление. А нам это вообще не нужно. Довольно-таки большой кусок жизни Шедер сносит Микеланджело. Чем ответит ему Микеланджело? Микеланджело не его отметит, а Бибопу. Попробуем заварить Бибопа, чтобы он не успел сделать свой ход. Есть. Нет, не видно, закрывает там надпись волны здоровья Бибопа. И Бибоп успевает сходить. Он прокачивает своих друзей, прокачивает иммунитет и немножечко подлечил он их. Но ничего, мы еще не используем лечение, учитывая, что уклонение у классического майки работает. Мы постараемся убить Бибопа, и это не выходит у Никовского майки. Настолько слабые удары у него, что не убивает он Бибопа. А наши соперники продолжают атаковать Микеланджело, классического, который, в свою очередь, прокачивает силу атаки. И получает удар от Шедера. Но уклонение работает. Так, ну что ж, Бибопа или Шедера. Давай попробуем Шедера атаковать в таком случае, если у нас двойная атака раз. Давай, Шедеру шел. Уже легче. Три на два осталось у нас. Так, Крэнк массовую атаку будет использовать. Ну, держитесь, друзья. Крэнк не шутит, когда он на технодроме. Бам. Промахнулся. Но, 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 нет, 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 пожалуйста. Так, отлично. На тебе Бибоп сдачи. Наконец-то мы его посадили на пятую точку. И тут обязательно лечиться. Мы уже практически до крайней точки доверия нашего майки классического. Нужно подлечиться. Так, Рокстеди и Крэнк сделали свои ходы. Мы атакуем Крэнка, потому что у Рокстеди сработала пассивка, когда он дает сдачу. Сдача нам не нужна. Ой, держись, майки. Очень они не любят классических черепашек. Хотят добить Микеланджело. Чего бы им это не стоило. Но добиваем мы Крэнка. Да, Крэнк. До свидания. Остается один Рокстеди, который будет нам давать сдачу. Но мы это выдержим. Держись, майки. Промах. Здорово. Так, Рокстеди будет атаковать. Жонглирует он разными видами оружия. Остаются у него только гранаты в руках. Взрывает он наших черепах. Итак, что мы делаем? Прокачиваем ли мы силу атаки? Нет. Мы просто с Кейтом въезжаем в Рокстеди, размахивая нычаками. Надеемся добить его. И Майк дымовухой добьешь. Потому что если Майк не добьет его дымовухой, то, скорее всего, классический не добивает. Классический Майк мог пострадать. И два Микеланджело выживают в этом жесточайшем сражении. И движутся дальше. Вот такой вот получился бой, друзья. Довольно-таки неплохо. Был на грани нашей классической Майки. Но победить наших двоих черепашек классический злодей так и не смогли. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий к видео. С вами, как всегда, играл и развлекался Гринланд. На сегодня это все. Спасибо за просмотр. Кавабанга, чуваки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok